Друзья, сегодня вы узнаете, что делать, если вы чувствуете, что ваша банная печь не выкладывается на 100%. Это означает, что пора делать апгрейд. Часто бывает, если банная печь трудится уже очень давно, либо вы приобрели участок с баней, в которой была уже установлена банная печь, но она по каким-то параметрам не подходит вам, то поведение банной печи можно исправить с помощью простых вещей. Начать нужно в первую очередь с камней. Именно каменка определяет характер бани. А камни имеют свойство со временем разрушаться. На нашем канале есть ролик, в котором мы подробно рассказывали о том, какой камень имеет какой характер. Ссылка наверху и в описании. Плюс, конечно, если камни не меняли очень давно, они могут раскрошиться до такой степени, что создадут песчаную подушку на дне каменки. А это чревато тем, что печка будет перегреваться, каменка может прогореть, да и в целом камни будут прогреваться гораздо дольше и не будут выдавать нужного жара для того, чтобы получить полноценный легкий пар. Правильность укладки камней также играет немаловажную роль. Лучше крупные камни укладывать на дно каменки, ставя их на ребро, а камни помельче заложить сверху. Если у печи открытая каменка, то в нее можно поместить парообразователь или паровую пушку. С помощью нее вода попадает именно туда, куда нужно, на самые раскаленные камни. Паровая пушка – простое, но эффективное устройство. Это воронка для воды, соединенная с трубкой, из отверстий которой вода попадает на камни, максимально близко расположенные к раскаленным частям топки печи. Именно поэтому пар становится легче и пышнее. Если на выходе дымохода вашей печи установлена монотруба, то, скорее всего, при активной протопке вы чувствуете неприятный жар, исходящий от этой трубы. Ее можно защитить с помощью вот такой вот штуки. Экономайзер. Его можно заполнить камнями, и они будут отдавать в парную мягкое тепло. Экономайзер – это сетка каменка. Они бывают различной высоты, конструкции и дизайна. Так что подобрать по вкусу под свою печь вообще не проблема. Чаще всего они разборные и устанавливаются на уже смонтированный дымоход. Ну и, конечно же, на выход дымохода можно вместо экономайзера установить натрубную каменку. Например, шторм-турбопар. На эту каменку у нас, кстати, тоже есть подробный обзор на канале. Отдельные натрубные устройства, которые позиционируются производителями как натрубные каменки, в установке чуть сложнее. Придется разбирать дымоход и устанавливать на выход дымохода печи. Пар с камней таких каменок приближен по качеству к пару с закрытых каменок печей. Сейчас мы описали лишь несколько способов, но это базовые действия, которые может проделать любой со своей банной печкой для того, чтобы она стала его радовать. А вот если у вашей печи потускнел внешний вид и она перестала радовать глаз, то обязательно подпишитесь на наш канал, так как в скором будущем мы снимем ролик о том, как покрасить печь. На сайте fornax.ru и в розничных магазинах сети Fornax есть все необходимое для того, чтобы изменить характер вашей банной печи. Так что заходите почаще в гости. Ждем вас. До новых встреч. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok